Привет-привет, друзья. Автоматическая коробка передач – хороший, простой вариант для начинающих водителей, которые учатся вождению автомобиля. При управлении машиной с АКПП водителю не надо следить за переключением скоростей при езде в разных режимах. Какие особенные функции есть во всех автоматических трансмиссиях? Режим P или Паркинг. При активации этого положения трансмиссия выполняет блокировку ходовой части машины. Режим R. Эта функция предназначена для обеспечения движения задним ходом на машине. Нейтральная передача N. При наличии неисправности в работе АКПП или силового агрегата, когда заводить двигатель не получается, режим N позволит передвигать машину вперед или назад на небольшие расстояния с помощью буксира или толчка. Не допускается ее включение в пробках. Ее активация возможна в экстренных случаях. Режим D или Drive. Предназначен для обеспечения движения машины вперед. В автоматических трансмиссиях этот режим обладает блокировкой от случайной активации. Если надо переключиться с функции Drive, это можно сделать только если водитель нажмет на педаль тормоза. Одной из особенностей современных автоматических коробок является наличие функции Tiptronic. Такой тип коробки относится к автоматам, параллельно поддерживающим режим ручного управления коробки передач. Благодаря ее наличию водитель может контролировать процесс передвижения в тяжелых условиях. В трансмиссиях некоторых моделей авто имеется функция спортивного режима Sport либо Kickdown. Активация этого положения позволяет раскрутить обороты силового агрегата и искусственным образом переключиться на пониженную передачу. Как действовать над светофором и управлять машиной в условиях пробок. Если останавливаемся у светофора просто нажимаем и держим педаль тормоза. При попадании в длительное время в пробку рекомендуется дать автоматической коробке передач немного отдохнуть. Это позволит снизить нагрузку на узли агрегата и обеспечить ее более экономичную работу. Если стоять в пробке предстоит долгу, производим активацию режима паркинга. Трансмиссия выполнит блокировку колес и тасс отдохнуть ногам водителя. Постоянное использование нейтральной скорости пробки нежелательно. Во время езды переключение положения селектора АКПП с режима драйв не допускается. Чтоб только не рассказывать кому интересно эти картины вам расскажут как правильно пользоваться с предохранительной кнопкой на рычаге и не только. Тут есть разные схемы и легко можно разобраться. Смотрите внимательно. Ну и в конце видео хочу попрощаться. И спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал и жмите кнопку колокольчик. Спасибо. Продолжение следует...